Специалисты дирекции универсиады 2019 приглашают всех желающих стать судьями на этих зимних играх по фристайлу и горным лыжам. Для этого они организуют встречи в шести вузах Красноярска и приглашают студентов. Одна из таких встреч состоялась в Сибирском федеральном университете. На встрече студентам подробно рассказали об особенностях нашей универсиады 2019 и о том, кого приглашают к бесплатному обучению. Формальных ограничений практически нет. Надо, чтобы человеку было 18 лет. И желание обучаться, желание осваивать новое знание, новые умения и желание качественно представить свой город, свой регион в качестве судьи на университете 2019. Мы как раз сейчас запускаем такой уникальный проект, чтобы именно красноярцев пригласить еще одно направление в подготовке к играм, именно в судейское направление. Судьи, на самом деле главные судейские позиции будут судьи, предоставленные Международной федерацией студенческого спорта, Международными федерациями поведения спорта, также национальными федерациями. Но также есть судьи, которые могут быть самых первых категорий, они могут привлекаться из жителей, которые живут в нашем городе. Обучение планируют вести в течение трех лет. Ежегодно предусмотрено несколько теоретических семинаров и практическое судейство на соревнованиях разного уровня. Первый семинар для кандидатов на фристайл намечен уже на конец ноября, а с января будущего года обучающиеся будут проходить и практику на соревнованиях краевого уровня по фристайлу. Обучение будет многоэтапное. Не только в классе, но и на горе, непосредственно с инструментами, с показательными выступлениями, с тестовыми соревнованиями все это будет проходить. Все судьи по всем видам спорта это чистые волонтеры, потому что эти люди переживают за вид спорта. Они хотят, чтобы этот вид спорта развивался и даже своим бесплатным участием они как можно больше приносят в этот вид спорта. Они становятся независимыми экспертами в данном виде спорта. Ну а спортивные менеджеры по фристайлу и горным лыжам на встрече говорили о специфике работы судей на этих видах спорта и о том, как важна слаженная работа всей команды к подготовке к соревнованиям. Для дисциплины нашего вида спорта нам требуется порядка 120 человек. Это различные службы, начиная от служб, которые готовят склон и заканчивая теми, кто работает непосредственно во время соревнований. У нас уже есть план подготовки судейской бригады, расписанный на несколько лет вперед. У нас есть понимание, как мы будем проводить стажировки. В общем, я думаю, что к 2018 году у нас уже должна быть готовая, сформированная судейская бригада. Пригласили на встречу с молодежью и опытных судей, тех, кому повезло участвовать в организации Олимпийских игр. К примеру, Владимир Ефремов с гордостью рассказывает о своем уникальном опыте. Горными лыжами я занимаюсь с 6 лет. В настоящий момент у меня звание мастера спорта по горнолыжному спорту. Ситуация сложилась таким образом, что появилась возможность поехать в составе судейской команды проведения соревнований в Сочи 2014 по горнолыжному спорту. Следующая такая встреча состоится 26 октября в стенах Аграрного университета. Ну а подробные условия и необходимые документы опубликованы в разделе «Подготовка судей» на официальном сайте «Универсиады-2019». Дина Володина, Александр Ермошенко. Новости.